Мы авторизованные партнеры Росконгресса по территории инновации как раз. И здесь мы презентовали два проекта, которые входят в портфель нашей компании. Vote Wi-Fi, Илья Яшин, наверное, тоже давал вам уже интервью. И Винтера ТВ, который является нашими технологическими партнерами. В целом нам очень интересен африканский континент. Мы понимаем, что это очень динамично развивающееся население, страны, государства. Поэтому искали точки соприкосновения и правильных партнеров для выхода и экспансии на африканский рынок. Очень хороший коннект у нас сложился с представителями ЮАР. Потом наш близкий партнер, с которым мы познакомились в Москве, но здесь продолжили общение. Это господин Габриэл Качёфа. Это полномочный представитель Бенина в Российской Федерации. Благодаря его связям мы тоже тут провели пару кофебрейков очень динамичных. Партнеры из Конго очень себя активно вели. Вообще, в целом, я вам хочу сказать, у Росконресса есть термин пространство доверия. Мне кажется, с африканским континентом и с африканскими партнерами мы действительно достигаем этого пространства доверия. Все очень открыты, все готовы общаться, готовы обсуждать, как помочь друг другу стать технологичней, успешней, динамичней. Поэтому это очень нам импонирует. По поводу кейсов мы очень активно сейчас продвигаемся с проектом Vood Wi-Fi по африканскому континенту. Помогаем нашим партнерам разбрасывать новые Wi-Fi сети и, соответственно, давать доступ к интернету новым поселениям, новым деревням и не особо таким развитым мегаполисам и городам. По компании Винтера ТВ там чуть другая история. Мы готовы общаться насчет монетизации контента, мы готовы запускать платные тематические ТВ-каналы с африканскими партнерами, чтобы также давать телевидение африканским гражданам и вместе с партнерами давать правильный продукт и зарабатывать вместе деньги. Мне кажется, на африканском регионе вообще востребовано все, потому что мы посетили много здесь панельных сессий, много конференц-холлов, и поэтому, наверное, африканские коллеги настолько активно здесь себя проявляют, потому что им интересно все, и агрокультуры, и инновации. И вы, наверное, как журналист прекрасно слышите, что со всех сторон сейчас диджитализация, цифровизация, цифровая экономика. Все понимают, что 21 век — это время битвы за интеллект и внимание людей, а цифровая экономика позволяет проходить этот путь намного быстрее и эффективнее. Поэтому цифра — это, ну, как бы слово 21 века, 100%, и африканские коллеги здесь не исключение. Они очень настроены делать что-то совместно и продвигаться совместно по этому направлению. По каким-то направлениям, по каким-то трекам там действительно есть уже хорошие результаты. Я слышал по майнингу, ну, например, я слышал от коллег из ЮАРа, что у них по майнингу очень неплохая история разворачивается, они это субсидируют, развивают. По нашему направлению мы сейчас, наверное, только по телекому начинаем проникать, да, на африканский континент. Вот находим партнеров, садимся со стол переговоров и начинаем понимать, что коллегам интересно и что для них, ну, приоритетно, да, там, раз, два, три, четыре. И что, как бы, мы можем сделать в первую очередь для них. По компании World Wi-Fi, вот, наверное, интервью Ильи Яшина, может быть, чуть более распространенно вам дало представление о том, что он делает и почему Африка должна пригласить его в гости вот прямо в самое ближайшее время. Мы сегодня участвовали в сессии бизнес-приорити вместе с коллегами. Там были проекты с виртуальной реальностью, и они очень активно стараются коммуницировать с африканским континентом. Они оцифровывают пространство в виртуальную реальность, они позволяют людям переноситься из точки А в точку Б, да, там, не садясь в самолет, а просто одевая VR-очки. И это круто. Вот такие вот примеры технологий уже доступны, да, для африканских партнеров. Биотехнологии, вот, как раз очень востребованный тренд, это опреснение воды, поиск каких-то новых месторождений воды. Агро-история очень здесь сильно развита. Все вот, с кем мы общались, ну, не все, но, допустим, процентов 60 партнеров с африканского континента, в основном вот вокруг агропромышленного комплекса, естественно, как бы, ищут партнеров и хотят развиваться в этом направлении очень активно. История отношений России и Африки – это очень такой уже долгий и хороший плодотворный путь, да. И несмотря на то, что после развала Советского Союза мы слегка там ушли с африканского континента, сосредоточились на нашей собственной территории, да, но сейчас те вот связи, те культурные ценности, которые были налажены еще вот 50 лет назад, они до сих пор существуют. И такие вот примеры, как Габриэл Качёв, который живет в Москве, который является представителем Бенина и знает все комьюнити, это яркий пример человека, который по-русски говорит «идеально», он очень любит русских и, соответственно, он всегда ищет, как мы можем быть полезны друг другу. Поэтому сейчас, наверное, для нас стоит вызов заново запустить наши отношения и сделать их еще лучше. То есть мы должны понимать, что Африка – это наши друзья и что мы можем дать им больше, чем даем на данный момент. Наверное, я бы так сформулировал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова